Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Прибыл с большой земли, садись на двухнедельную самоизоляцию. В Ненецком округе продолжает действовать режим повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавируса. В нашем эфире расскажем об актуальной информации на сегодня. Салоны красоты в Нарьинмаре работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В этом убедились временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный и главный государственный санитарный врач региона Наталья Кирхар. До юбилея Великой Победы остались считанные дни. В преддверии большого праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земеляках. Сегодня в нашем эфире материал об уроженце деревне Снопа Александре Кокине, который сражался на мурманском направлении Карельского фронта. Сегодня президент России Владимир Путин провел онлайн совещание с министрами и главами регионов по поводу постепенной отмены ограничений, которые были введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтапный процесс отмены должен начаться 12 мая после окончания праздничных выходных дней. Как отметил в своем обращении президент Владимир Путин, жизнь гораздо сложнее любых схем. Тем не менее, нужно иметь четкий алгоритм выхода из самоизоляции для каждого региона. Ранее глава государства поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по этапному выходу из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки в стране, начиная с 12 мая, подчеркнув, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно. Главный санитарный врач Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзором подготовлены методические рекомендации по снятию ограничений, которые состоят из трех этапов. Первый этап предусматривает возможность занятия спортом на улице. Второй этап – начало работы образовательных организаций, начало работы некоторых точек торговли. На третьем этапе начнут работу парки, скверы, все образовательные учреждения, предприятия общественного питания. Решения о снятии ограничений в регионах будут принимать их руководители, исходя из конкретной ситуации. В Ненецком округе по состоянию на 20 часов 6 мая зарегистрировано 48 случаев коронавируса. Как сообщила главный санитарный врач Ненецкого округа Наталья Кирхар, новые случаи заболевания за последние сутки выявлены в поселке искателей у контактного гражданина. Под наблюдением дома находится 144 человека. На сегодняшний день проведено 1461 исследование. На выходных диагноз COVID-19 был подтвержден у двух человек на месторождении имени Титова. В ходе совещания оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного было принято решение о введении карантина на месторождениях Трепса и Титова. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день там находится почти 3000 человек. Кроме того, всем недропользователям, ведущим деятельность на территории региона, направлены уведомления. В них говорится о необходимости организации на месторождениях обсерваторов и лечебных мест. Кроме того, в ходе оперативного штаба решено перевести Ненецкий округ на особый режим. Мы все разделяем с вами тревогу жителей, а она есть эта тревога, в отношении того, что самолеты, которые к нам прилетают, и пассажиры, которые прилетают на Ренмар, могут привести из больших городов вирус. Для того, чтобы снять это напряжение, считаю, что необходимо ввести режим самоизоляции для всех, кто прилетает к нам на Ренмар. В режиме онлайн. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный пообщался с окружными медиками. На видеоконференц-связь с временно исполняющим обязанности губернатора вышли специалисты, которые сегодня занимаются лечением пациентов с диагнозом COVID-19, перепрофилированных для этих целей инфекционным и реанимационным отделениях детского и главного корпусов Ненецкой окружной больницы. Как сообщалось ранее, медицинские бригады заступили на круглосуточную двухнедельную вахту, в течение которой они будут проживать в этих же отделениях в чистых зонах. Лечение пациентов проходит в соответствии с рекомендациями Минздрава России. По словам врачей, они обеспечены необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Понимаем, каково оторваться от семьи, от близких, оказаться на такой вахте. Вахте, 14-дневная, потом уйти еще и в изоляцию. Поэтому все необходимое и все, что нужно, будем делать. Понятно, что есть и какая-то минутка свободная, если будет возникать. Если надо что-то, может быть какие-то тренажеры, может быть еще что-то, говорите, мы будем и это делать. Понятно, что помимо слов поддержки, хотелось бы сказать, что и материально мы тоже будем поддерживать. Вы знаете, что по решению президента правительство приняло постановление о соответствующих выплатах тем, кто работает непосредственно с коронавирусом. Мы на уровне субъекта в округе приняли тоже решение. Вот эти надбавки, которые будут федеральные, сделать такие же надбавки еще и региональные. Поэтому будем вас поддерживать всеми возможными силами, средствами и не будем ничего жалеть для вас. А вы, в свою очередь, пожалуйста, лечите наших больных, чтобы они как можно быстрее выздоравливали. В ходе общения с медиками Юрий Бездудный поинтересовался условиями проживания, качеством питания, возможностями для досуга и отдыха. По их просьбе для общения с семьями в отделениях была увеличена скорость интернета. Салоны красоты в Нарьинмаре работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В этом убедились временно исполняющие обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный и главный государственный санитарный врач региона Наталья Кирхар. В ходе рабочей поездки проверяющие проинспектировали крупные салоны красоты окружной столицы, Аделию и Особу. Далее все подробности. Так называемый входной фильтр – это измерение температуры – должны проходить и сотрудники, и гости салона. На входе выдаются маски. Здесь же необходимо обработать антисептиком руки. Такой комплекс мер – одно из санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, которых должны придерживаться салоны красоты. Второе, не менее важное требование – отсутствие скопления клиентов. В каждом кабинете у нас мастер работает только один на один с клиентом. Мы не создаем очереди. Так, значит, после обслуживания клиента каждый мастер обрабатывает кабинет. Запись у нас с интервалом 20 минут. Помимо входного фильтра необходимо регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, а также проветривать помещение. В каждом зале одновременно могут находиться только два человека, включая мастера. Впрочем, спрос на услуги салонов красоты в дни пандемии не снизился, а наоборот увеличился. Мы в экстренном режиме сделали ремонт еще одного кабинета и создали кабинет маникюра дополнительный. С маникюром по этой причине стало попроще. Большая нагрузка легла на прикмахерский зал, так как не может в помещении работать более двух человек. У нас три мастера, поэтому, ну, выходит, что заставляем клиентов ждать. И либо один в смену работает мастер, либо один в день работает мастер. Поэтому, конечно, вот этот вот момент такой достаточно тяжелый. А все остальное мы уже привыкли, клиенты привыкли, все соблюдают, все рады. Главное, чтобы мы работали. В таком режиме салоны красоты начали работать 17 апреля. Решением временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного были смягчены ограничительные меры для этой категории предпринимателей. Мы в рамках поддержки малого бизнеса приняли решение о возможности работать в салонах красоты, в парикмахерских, в других предприятиях, в сферах услуг. И, безусловно, это очень важно. Поэтому сегодня мы решили приехать к вам и посмотреть, как на практике выполняются все требования. И вот то, что мы видим, эти все требования выполняются неукосненно. Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Жители региона старше 65 лет получили разовую помощь в виде продовольствия. В рамках акции «Мы вместе» волонтеры вручили 200 наборов, в которые вошли продукты первой необходимости. Бесплатные продуктовые наборы формируются местными торговыми сетями и включают в себя гречневую и рисовую крупу, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, овсяные хлопья, сгущенное молоко, печенье и мясные консервы. Стоимость одного набора чуть больше тысячи рублей. Сумма набора определена, так скажем, жертвователем. И больше тысячи 50 рублей этот набор по своему составу не может составлять. И мы понимаем, что организации, коммерческие, которые предоставляют эти продукты, и должны предоставить соответствующие предложения по строгому определенному перечню товаров. Акция носит заявительный характер. Как сообщили в волонтерском центре, оставить заявку на получение набора граждане старше 65 лет могут самостоятельно. Для этого нужно позвонить в колл-центр по номеру 2-16-90. После чего с представителями старшего поколения связываются руководители ветеранских организаций или специалисты колл-центра и уточняют удобное для доставки время. Мы пошли по собственному пути. Мы начинаем обзвон людей и прием заявителей на наш номер волонтерского центра «Единая Россия» 2-16-90. Также мы обратились к ветеранским организациям, к клубам общения, землячествам и другим организациям, которых мы знаем большое количество людей старшего возраста. И именно старше 65 лет. Нам руководители такие списки предоставляют и по сегодняшний день. Единовременная продовольственная помощь будет оказана всем нуждающимся до 1 июля. В столице округа и поселке искателей доставка производится силами волонтерского центра. В селах наборы распространят через глав муниципалитетов. И теперь информация о ледовой обстановке. В республике Коми на реке Печора в районе села Усть-Шугор наблюдаются подвижки льда. Ниже до Щелиюра ледостав за крайными. От Усть-Цильмы до Нарьинмара ледостав. Как сообщили в Нарьинмарской объединенной гидрометеорологической станции, происходит подъем уровней воды. На протоке Городецкий шар лед поднялся, вода на льду. В республике Коми от Усть-Щугора до Йормицы рост уровня воды составляет от 261 до 15 сантиметров. На реке Печора в районе Оксина вода поднялась на 12 сантиметров. В районе Нарьинмара на 19 сантиметров. Также на 19 сантиметров уровень воды поднялся в Анзике на Малой Печоре. В Осколково рост воды зафиксирован на отметке 25 сантиметров. Вскрытие реки Печоры на участке Ущугор-Усть-Кожева ожидается на период 6-8 мая. На участке Усть-Кожева-Йормицы – 8-15 мая. Ледоход в Нарьинмаре ожидается 25 мая. Рыбакам-любителям напоминают о необходимости регистрации сетей. Заявления принимаются отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому округу. В период ограничительных мероприятий с целью недопущения распространения коронавируса ведомство работает по измененному графику. При этом подать заявление на маркировку сетей можно в режиме онлайн. Мы принимаем заявление на регистрацию сетей посредством электронной почты. Посредством почты России также у нас установлен специальный ящик для приема заявлений от граждан. Плюс два дня в неделю, вторник и четверг с 11 до 13 часов мы принимаем физических лиц. Напомню, в соответствии с постановлением правительства России от 16 ноября 2019 года рыбакам-любителям необходимо зарегистрировать сетные орудия лова. После подачи заявления в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны сети будет присвоен индивидуальный номер. Его и должны нанести на орудия лова. С 1 декабря до распаления льда все жители населенных пунктов в границах данных населенных пунктов могут использовать орудия лова не более 50 метров, высота не более 3 метров и чья не менее 36 миллиметров на одного гражданина. То есть они сами выбирают те орудия лова, которые они будут использовать. Соответственно, длину, высоту и чью. Регистрируют все орудия лова, ограничений по регистрации нет. Также для осуществления любительского рыболовства на РПУ городской и РПУ Чайкина в летний период времени плавные сети тоже поддержат регистрации. Ограничений по регистрации также нет. Добавлю также, что инспекторы отдела государственного надзора, контроля и рыбоохраны по Ненецкому округу будут проверять регистрацию орудий лова непосредственно на водоеме. При этом рыбак-любитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, так как сетное орудие лова должно быть зарегистрировано только на того, кто будет его использовать. Передавать сеть другому рыбаку запрещено. До юбилея Великой Победы 9 мая остались считанные дни. В преддверии большого праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. Наш следующий материал об уроженце деревни Снопа Александре Кокине. С первых дней войны он сражался на Мурманском направлении Карельского фронта. Был дважды удостоен Ордена Красного Знамени. Кстати, это единственный солдат Ненецкого округа, удостоенный такой высокой награды дважды. О боевом пути старшего сержанта расскажет Любовь Пермякова. Гвардии старший сержант Александр Кокин родился в 1917 году в деревне Снопа. На фронт был призван в ноябре 1941 года. Воевал под Мурманском в знаменитой 10-й гвардейской дивизии самого лучшего соединения Карельского фронта. Во время самой кримской операции, если он на городной лист, он был представлен к званию Героя Советского Союза тоже. За эти подвиг, которые совершил в ходе боев прорывы немецких укреплений на Мурманском направлении, затем освобождение Северной Норвегии. И действовал он очень храбро. Но по тому на городной листу, который сохранился, он сначала принял командование взводом, потом командование ротой. И, в общем, уничтожил, ну вот где-то, по крайней мере, около сотни солдат-офицеров противника в этих боях. В архиве Министерства обороны России сохранился наградной лист подвига старшего сержанта Александра Петровича Кокина. 12 октября 1944 года в бою за населенный пункт Луостери рота товарища Кокина атаковала противника, численно превосходящего ее в пять раз. Продвинулась с боем на два километра, захватив три немецких склада и другие трофеи. В течение ночи рота отбила восемь контратак противника и истребила до семидесяти гитлеровцев. Сам товарищ Кокин уничтожил в этом бою 16 врагов. Рота, которой принял командование ее бордорг товарищ Кокин, в боях за город Петсама по собственной инициативе истребила свыше четырехсот гитлеровцев. Сорок немцев взяла в плен. Сам товарищ Кокин в этих боях лично уничтожил свыше шестидесяти немецких солдат и офицеров. Александр Петрович за беспримерное мужество и отвагу был представлен к высшей награде СССР званию Героя Советского Союза. Однако командование решило наградить его орденом Красного Знамени. Затем 10-я гвардейская была переброшена в Польшу, в Померанию. Там приняла участие в освобождении польских территорий. Там были тяжелейшие бои. Немцы там стянули лучшие части СС, танковая дивизия СС, материзованная дивизия СС. И бои там были очень тяжелые. Вот в бою за город Руммельсбург в марте 1945 года он погиб, поднимая в атаку роту солдат. В наградном листе Александра Кокина отражены его подвиги. В наступательных боях в немецкой Померании и Данцикском коридоре 2-й Белорусский фронт товарищ Кокин вновь совершил десятки подвигов. В бою за город Руммельсбург 3 марта 1945 года он поднял 7-ю роту в атаку и, преодолевая ожесточенный огонь противника, первым ворвался в город. В боях за высотой южнее населенного пункта Загорш, Польша, товарищ Кокин участвовал в отражении 30 контратак противника, лично уничтожил 16 немецких солдат и офицеров. Словом и личным примером он воодушевлял бойцов и офицеров на выполнение боевой задачи. Товарищ Кокин, организуя непрерывную партийно-политическую работу, обеспечил высокую авангардную роль коммунистов в наступательных боях. За проявленные решительности мужества в сражениях в Померане и Польше гвардии старший сержант Александр Петрович Кокин 2 апреля 1945 года был награжден вторым орденом Красного Знамени. Домой в деревню Снопа пришла похоронка. Ее получила мать героя Александра Васильевна Кокина. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Уже завтра Росгвардия проведет в социальной сети «Одноклассники» онлайн-марафон под знаменем Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стартует мероприятие в 15.00. Участниками онлайн-марафона станут заслуженные артисты России Сергей Маховиков, актрисы театра и кино Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии. Концертом под знаменем Победы участники и организаторы поздравят не только ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан нашей страны, но и поблагодарят тех, кто находится сейчас на передовой борьбе с распространением коронавируса. В первую очередь медицинских работников и, конечно, сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок на улицах. Онлайн-трансляция будет доступна для просмотра 7 мая на официальной странице Росгвардии на сайте «Одноклассники.ру». В ходе прямой трансляции участники концерта будут отвечать на вопросы зрителей, которые в прямом эфире смогут задавать также военнослужащие и сотрудники Росгвардии. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – транспортная компания «Нордфокс». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова